Спонсор этого видеоролика – Озон Тревел. Заказать недорогие авиа или же до билеты вы можете по ссылке в описании. Мы приветствуем вас на нашем канале и перед просмотром просим подписаться, поставить лайк этому видео и поделиться им с друзьями. Приятного просмотра! Что творится в российских городах за пределами Москвы и Петербурга? Насколько тяжела там жизнь? Какие трудности с преступностью и экологией? Сегодня мы расскажем вам о самых небезопасных для жизни местах – 7 российских городов, из которых лучше уехать сейчас. Новокузнецк. Основан в 1618 году. Население 550 тысяч человек. Будучи культурным и экономическим центром Сибири, Новокузнецк так и не смог стать городом мечты не только в масштабах России, но и в пределах собственного региона. Трудно совмещать звание мощного металлургического и угледобывающего центра России и рая для экологов. Не дремлют и нарушители закона. В городе за последний год совершено 11 971 преступления. Для сравнения, в Грозном, который занимает первое место по безопасности жизни, всего 1117. В основном мелкие грабежи и кражи, но даже для некрупного города обстановка та еще. Не может Новокузнецк похвастаться и показателями естественного прироста населения. Количество уехавших из Новокузнецка примерно равно количеству людей, которые приезжают туда и питают надежды построить счастливое будущее в этом городе. Уезжают те, кто думают о здоровье, а не те, кто боится работы. С экологией в кузне полный швах. Дети идут в школу уже со сколезом, потому что в воздухе такой состав химических элементов, который вымывает кальций из организма. Мне кажется, власти должны жестко контролировать, чтобы очистные сооружения работали как надо, а не как хочется администрации вредных производств. Мы в тройке самых грязных городов страны. Позорище! Правильно сделали те, кто уехал. Полностью их поддерживаю и сама хочу в скором будущем уехать отсюда. Новокузнецк грязный, бесперспективный. Направление только на металлургию и уголь. Высокая преступность. Деградирует высшее образование. Взяточничество. Вывод? Проблем еще не на один десяток лет. Липецк. Основан в 1703 году. Население 509 тысяч человек. Казалось бы, почему Липецк? Город, созданный Петром Первым, с благоприятным климатом и немалой для таких масштабов культурной базой, был обречен стать пристанищем для всех, кто никуда не спешит и ценит спокойствие. Но нет. Экологическую ситуацию осложняет ОАО НЛМК. Нередко отмечаются выбросы вредных веществ в атмосферу. А если ветер меняет направление, то жители спальных районов могут наслаждаться ароматом сероводорода. По данным Росстата по уровню преступности, Липецк занимает 46 место по России. Естественный прирост также не самая сильная сторона города. И в целом рожать там как-то не в тренде. Видимо, первым делом самореализация. Тем не менее, в своем регионе Липецк – город возможностей. На постоянное место жительства туда приезжает почти на 2000 человек больше, чем уезжает оттуда. Приезжал месяц назад. Впервые за два года. Ничего не изменилось. Толпы гопников, народ одетый одинаково в кожанку и гандонку, на бритой голове, очереди в магазинах за пивом «Приятель» в пластиковых баклажках. Почти поголовная нищета, дымящий НЛМК, грязный воздух, власть, которая не меняется. Одни и те же избранники. Массовая пропаганда «Единой России» на липецких телеканалах. Утверждение власти, что Липецк – чуть ли не Эдем, город-сад. И все в этом духе. Ночная жизнь – умреть. Клубы отстойнейшие по сравнению со столицей. Разве что клуб «Сказка», который откроется скоро, может конкурировать со столичным. Образование? Не хочу вспоминать адскую выпендрежную 44-ю школу. Качество обучения очень посредственное, а понтов много. Это лицея, сменка, где на улицу не выпускаем, почему не в форме. А у нас зато есть лицейское ТВ. А ведь это лучшая школа Липецка. В Липецке трубу, боишься достать блин или кошелек за 2 рубля, убьют. Я думал, сейчас получше должно быть. 90-е прошли все-таки. Приехал недавно. В Липецке они только наступили. В остальном, конечно, Липецк – отличный город. И я его очень люблю. И не обращайте внимания на то, что я написал выше. Это как ложка дегтя в бочке меда, чтоб не расслаблялись. Магнитогорск Основан в 1929 году. Население 417 тысяч человек. Чтобы понять, чем славится Магнитогорск, достаточно один раз взглянуть на его минималистичный флаг. Черный треугольник, который мог быть украшением Третьяковской галереи, но он всего лишь условное обозначение черной металлургии. Тот факт, что Магнитогорск постоянно в приоритетном списке городов Российской Федерации с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха, исключает дальнейшие вопросы об экологии. Магнитогорск постигла все та же трагическая участь города, где градообразующим предприятием стал промышленный гигант. Криминальная обстановка также оставляет желать лучшего. 9678 преступлений в год. Несмотря на 28 место по количеству абортов и невысокий показатель рождаемости, прирост в городе каким-то чудом все же наблюдается. Уезжать из столицы черной металлургии люди не торопятся. Возможно, уже смирившись с ударами судьбы. Те, кто называет Челябинск суровым городом, наверное, никогда не были в Магнитогорске. Не люблю я этот город, хотя и прожил там около 30 лет. И, по правде говоря, не встречал людей, которые действительно любили бы Магнитку. В лучшем случае ее терпят, привыкают к ней. Моногород – наследие социализма. Население практически не растет. Кто может, уезжает отсюда. Развитие в городе слабо заметно. Скорее уж наоборот, какие-то признаки упадка проявляются даже в мелочах. Муниципальных автобусов почти не увидишь. Одни маршрутки. Раньше даже в 90-х ходили нормальные городские автобусы. Поезд Магнитогорск-Челябинск отменили. Для меня вообще дикость. Правда, пока комбинат жив. Работа в городе есть. Но касается это в основном рабочих специальностей. Мне Магнитка вполне нравится. По поводу того, что город Серый – неправда. Он был таким, но сейчас преображается. Здесь неплохо развита культура. Есть свои отличные театры. Администрация проводит разные мероприятия. По поводу экологии на ММК постоянно модернизируют производство. Так что выбросы сокращаются. Вообще такое ощущение, что разговоры об ужасной экологии – это своего рода миф. Вернее, есть, конечно, места, где жить нельзя. Но это не весь город. Город обильно застраивают. При этом за счет местного производства цена на жилье значительно дешевле, чем в других городах с подобной средней зарплатой. В общем, если нет панического страха перед комбинатом, можно смело переезжать. Город вполне комфортный и интересный. Есть где отдохнуть и провести время. Артем. Основан в 1924 году. Население – 102 тысячи человек. Когда-то был городом шахтеров, а ныне практически спальный район Владивостока. Среди знаковых предприятий можно выделить Международный аэропорт Владивосток и Артемовскую ТЭЦ. В 2000 году в Артеме закрыли последнюю шахту, что благоприятно отразилось на экологической составляющей города, но подкосило экономику. И надо сказать, воздух по исследованиям стал ненамного чище. Артем на пятом месте в России по числу совершенных за год краж. 1279 случаев. Популярностью пользуются и преступления, связанные с наркооборотом. Люди хотят сбежать от суровой реальности. Мрачные перспективы очевидны всем и каждому. Население не удовлетворено тем, что власть немножко забыла о его существовании. Поэтому медленно мигрирует во Владивосток. До него всего 50 километров. Насколько мне помогают логика, знания и описания, а Артем до сих пор сидит на угольных котельных. Это совсем не фонтан. Климат реально хреновый. Тоже по армии знаю, как пацаны мучились. Есть и вокзал, и аэропорт рядом. Только денег нет особо, куда ездить и летать. Воду мы пьем через очиститель. Да и все мои знакомые тоже из-под крана никто воду не пьет. Зато тут в Приморье тоже сейчас много всяких предприятий хотят строить. Даже АЭС собираются где-то недалеко. Еще у нас тут атомные подлодки стоят. Радиационный фон не очень. Норильск. Основанный в 1935 году. Население 176 тысяч человек. Норильск – город горняков и металлургов. Место действия, порочащего российскую действительность, фильмокомбинат «Надежда». Суровый субарктический климат – одна из бед норильчан. Но тяжелые климатические условия усугубляются еще экологическими. По мнению Института Плэксмита, Норильск считается одним из самых загрязненных городов мира. А по итогам 2010 года Росстатом был признан самым грязным городом России. Воздух пропитан вредными веществами, а жители систематически жалуются на затруднения дыхания. Парадокс. Но в регион все еще приезжают жить, надеясь, что высокая зарплата перекроет весь мрак Норильска. Все будто бы счастливы. Жуткий климат. В каких-то городах жалуются на ветер, в каких-то на мороз. В Норильске это два в одном, и бонусом бывает только снег в июле. Справедливости ради не могу не отметить, что если вы имеете желание загореть телом, то вам в Норильск. Майский загар не смывается никакими пилингами и продержится минимум до августа. В практически полном отсутствии озонового слоя есть свои плюсы. Норильск – это город для работы вахтовым методом. Он не предназначен для человеческой жизни. А только для существования. Не приезжайте сюда ни в коем случае, а то останетесь, как и большинство, до пенсии. А после пенсии на материке жить вам 5 лет в лучшем случае. Зарплаты по сравнению с другими городами может и выше. Только вот цены на все тоже выше. Как минимум в 4 раза. И что остается от больших зарплат? Ничего. Иркутск. Население 612 тысяч человек. Культурная столица Восточной Сибири была излюбленным местом для ссылок, так как жизнь в Иркутске считалась невыносимой и подходила в качестве разумного наказания для неугодных власти граждан. Близость знаменитого озера Байкал подарила городу не только периодические наплывы туристов, но и угрозу сейсмической активности. Плохая экология и здесь больная тема. Но граждане не привыкли сетовать, убеждая себя, что пока Байкал самое чистое место на планете, городу не грозит никакая экологическая катастрофа. Но что действительно остается предметом дискуссии, так это безопасность. В год совершается 19727 противозаконных действий. Высокий уровень преступности объясняется тем, что вокруг немало тюрем. Удача сопутствует смелым, поэтому в Иркутск переезжать не так уж и мало людей. Возможно, эти новые жители прибывают из мест не столь отдаленных и, вероятно, не бросают своих увлечений. Но факт остается фактом. Люди едут в Иркутск. Город конкретно криминальный. Отчасти потому, что у нас вокруг много зон. Освободившийся криминал зачастую едет сюда, как в перевалочный пункт, пока не решит, куда ехать дальше. Зачастую остается тут. Для тех, кто хочет спокойной мирной жизни, кто не привык к всякого рода стычкам, этот город, наверное, покажется очень печальным. Здесь родился и живу больше 30 лет. Знаю, о чем говорю. Хватает народа, живущего по понятиям. Много лихих людей, короче. Иркутск – красивый и милый город, но им никто не занимается. Местным чиновникам на него глубоко пофиг. А качество дорог ужасное. Город грязный. Везде мусор. Нет какого-то единого плана застройки. Ужасные развалюхи перемежаются с современными высотками. Давно сгоревшие частные дома могут стоять до сноса пару лет. И это в центре Иркутска. Многие фирмы платят ЗП в черную. А в хорошей компании типа Иркутск Энерго можно попасть только по блату. Не хочу никого оскорблять и обижать. Написала свое видение человека, прожившего здесь 30 лет. Хотелось бы остаться жить тут, но перспектив особых нет. И из друзей почти 90% въехали в другие города и страны. Я благодарна городу за свое образование. Оно у нас действительно на уровне. И за хороших людей в моей жизни. Чита. Основанный в 1653 году. Население 335 тысяч человек. Известный по криминальной хронике 90-х как Читаго. Город, несмотря на обилие природных ресурсов, со слов горожан, не живет, а выживает. Но главное, что не умерла креативность местных жителей, изобразивших на гербе города быка, уж очень напоминающего талисман Чикаго Баус. Чита расположена в котловине у подножья сопок, что оборачивается высоким содержанием пыли в воздухе летом. Зимой же люди страдают от вредных химикатов. Резко континентальный климат также делает свое дело, осложняя и без того несладкую жизнь читинцев. Криминал и чита почти синонимы. На тысячу человек приходится 39 преступлений. Практически самый высокий показатель в России. К тому же чита первая в России по числу полученных взяток и вторая по числу изнасилований. Ничего веселого. После Читы любой город кажется удивительно прекрасным местом. В Чите жить плохо? Нет. Можно сказать, здесь каждый найдет себя. Есть особый читинский колорит. Он во всем. В разговоре, жизни по понятиям, в пацанчиках в кожаных кепках, с четками в руках. Ты кто по жизни? Чем дышишь? Ответы на эти базовые вопросы Читинец должны знать раньше, чем научиться говорить. А вы знаете, что такое химка и как ее варить? Этому вас научат в школе, институте. Вы также будете знать, что такое бульбулятор и как грузить на бабки лохов. Эти знания весьма полезны, так как без них будут грузить вас. Чита – это клоака. Какую еще надо поискать? Мало того, что уровень жизни крайне низкий, климат просто ужасный, резко континентальный, с огромными перепадками дневных и ночных температур. Летом жара доходит до 50 градусов, а зимой дикий холод до минус 45. В Чите не просто пониженное, а очень низкое атмосферное давление, в среднем 690 мм ртутного столба. В последнее время аномально становится еще более низким, из-за чего по утрам стабильно болит голова и у пожилых, и у молодых людей. Город расположен на сопках в Котловане, благодаря такому географическому положению чтинцы летом дышат пылью и вонью помоек, а в остальные времена года с жутким смогом и ядохимикатами. Городишко очень грязный, снега зимой мало и он черный, дороги как после бомбардировки. Работы нет, в отдаленных районах до сих пор правят 90-е, криминал процветает. Люди злые и угрюмые, видимо, от жизни в Чите.